Красота и польза – декоративно-прикладное искусство Тверской земли. Под таким названием в отреставрированном доме Орефьевых, музее Тверского быта, открылась новая экспозиция. Здесь жители и гости областной столицы могут увидеть редчайшие вещественные памятники из собрания Тверского государственного объединенного музея. Выставку посетила и наша съемочная группа. Вот картофель один килограмм стоил 10 копеек. А вот, например, сыр швейцарский стоил 1 рубль 40 копеек, что, в общем-то, дороговато. Но, замечу, что кружевницы все равно, конечно, мастерицы были хорошие, зарабатывали неплохо, но швейцарские сырцы себе позволить не могли. О гастрономическом разнообразии на столе Тверской кружевницы конца 19 века рассказывает заведующая музеем Тверского быта Елена Задонская. 1 мая здесь открылась новая экспозиция, посвященная декоративно-прикладному искусству Тверской земли. На двух этажах от реставрированного дома Оревьевых размещены уникальные предметы, которые показывают все разнообразие промыслов Верхней Волжья 18-19 веков. Этот запрос давно был у наших туристов, у тех, кто посещает город и вообще Тверскую область. Все хотят узнать, что же такого особенного, уникального, да чем эта губерния отличается от остальных, в чем ее непохожесть. Поэтому мы показали, какие промыслы были развиты, показали на интерактивных картах с помощью мультимедийных интерактивных экранов. А информация есть текстовая, есть информация о фотографиях, есть информация в виде игр. Мультимедийность и интерактивность, пожалуй, одна из главных отличительных особенностей нового экспозиционно-выставочного пространства. К примеру, вот на этой карте можно узнать, какие промыслы были распространены в разных уездах Тверской губернии. А для юных посетителей музея, впрочем, как и для их родителей, создана возможность сыграть в различные тематические игры. Не только мы своим рассказом удерживаем туриста, еще и все пространство, да вот цветовое решение помогает нам туристу удержать в данных рамках, заинтересовать. Новая тема, она не прописана в начале зала, но видно, что красный зал, да, серый зал, и темы меняются. Особую гордость у сотрудников музея вызывает зал, где можно увидеть интерьер дома иконописца, мастерскую и жилую часть помещения. Пространство организовано таким образом, чтобы у посетителя была возможность погрузиться в эпоху и быт ремесленника того времени. Современные проекции воспроизводят все этапы работы мастера над иконой. Предметный ряд дает полное представление об условиях жизни и работы ремесленника. Реплики уникальных старинных предметов предназначены для близкого детального рассмотрения. Иконописная школа была ведь известна в Твери, и славилась на всю Россию с 13 по 15 век. И до 19 века иконописцы много писали в традиционной тверской манере. И очень много усложнилось, очень много упростилось. То есть изменения происходили, конечно, за века. Но это обоснованно иконописцы были в разных тверских уездах. Добавим, что выставка «Красота и польза» декоративно-прикладное искусство Тверской земли работает ежедневно, кроме понедельника и вторника с 10 до 18 часов. Кассы открыты до 17.00. А в Киморском филиале Тверского государственного объединенного музея 19 мая открылась выставка «Лев Толстой и Тверской край» от севастопольских бастионов до дворянских усадеб на Тверской земле. Она посвящена 140-летию со временем приезда писателя в Верхней Волжи в 1881 году. Разговор об этой выставке пойдет в программе «Тема дня» на телеканале Тверскую проспекту «Регион» в четверг, 20 мая. Начало эфира в 13.00. Возрастная категория 16+.